От живописи до ювелирных украшений, от природных мотивов до темы санкций. В Щелковской районной галерее искусств открылась выставка декоративно-прикладного искусства Союза художников Подмосковья. Более ста мастеров украсили залы своими работами. В творческой атмосфере и открытие состоялось необычное. Всех пришедших на выставку ожидал небольшой костюмированный показ, подготовленный театром мод Щелковского культурного комплекса, а также выступления талантливых вокалистов и музыкантов. Директор художественной галереи Александр Беглов отметил, что выставка синтезировала разные техники исполнения в декоративно-прикладном искусстве. И это способ художнику выразить себя самыми разными способами. Как нигде, а именно в декоративно-прикладном творчестве приветствуется именно декоративность, именно вот этот формализм, вот эта работа с цветом, абстрагирование, поиск новых форм, новых каких-то пластических мотивов. На выставке представлены более 300 произведений художников из городов Московской области. Глаз посетителя радуют работы различных направлений. Ювелирное искусство, народное творчество, вышивка, резьба по дереву и, конечно, живопись. Союз художников Подмосковья – это самый крупный союз Московской области. И мы представляем, в общем, творческое лицо Подмосковья. Интерес к экспозиции привлекает не только цвет и форма, но и то, что с первого взгляда не всегда можно определить, из чего сделана работа. Иногда за одной картиной стоит целая история и эмоциональное переживание автора. Например, произведение Юрия Лютера «Санкции» родилось в результате последних политических событий. На полотне изображены мировые политики. Также автор вдохновился литературным сюжетом современного писателя Виктора Пелевина «Империя Ви». «Санкции, европейские государства, страна НАТО, США». Я решил, как художник, отреагировать. Меня это задело. И в данном случае образ летущих мышей, которые крутятся вокруг доллара. А чтобы отвлечься от политики, пройдя чуть дальше, натыкаешься на картину «Осень», вышитую на шелке с элементами свободной росписи. Она входит в серию работ «Времена года» Елены Лебедянской. «Работа, вот эта вышивка, она очень сложная по исполнению и по времени исполнения. То есть на каждую работу уходило где-то порядка 5-6 месяцев. Требует определенного усидчивости, ну и трудолюбия, будем говорить так». Рассказать обо всем, что здесь есть, практически невозможно. Лучше увидеть это своими глазами. Рассмотреть детально и насладиться разнообразием декоративно-прикладного искусства можно будет до 9 февраля. Мария Масайли, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».